Сейчас у нас Ренат Хабибиев расскажет про HTTP Cache в Django. Да, добрый день, коллеги. Меня зовут Ренат Хабибиев, 15 лет я занимаюсь программированием, очень люблю Django и Docker. Работаю в компании Звук, музыкальный сервис для массовой аудитории, для любого настроения есть свой звук. О чем мы сегодня поговорим? О том, что такое Django кэширование, о том, как оно работает, поговорим о том, как им управлять и о том, какие инструменты предлагает Django для управления HTTP кэшированием. Когда речь заходит о кэшировании веб-разработки, то чаще всего представляется такая картинка. У нас есть сервис, есть потребители нашего сервиса, есть некое быстрое хранилище, куда мы складываем результаты промежуточного вычисления, храним там сессии пользователей, а в случае с HTTP кэшированием, то мы храним там целые ответы, включая тело и заголовки. Там может быть HTML, JSON, XML, картинки и прочее, все, что можно передать вместе с HTTP ответом. Однако потребители, клиенты, и чаще всего это касается браузеров, также могут сохранять на своей стороне ответы от нашего сервиса, и в этом случае это также будет относиться к кэшированию. В общем случае кэш может храниться не только на стороне клиента и на стороне сервиса нашего, но и на промежуточных серверах, таких как, например, прокси. В самом простейшем случае это может быть тот же самый Nginx, который стоит перед нашим сервисом и балансирует нагрузку. По RFC 72.31 можно кэшировать три типа запросов. Среди них внезапно есть в том числе и пост. Но на практике только GET и HET чаще всего кэшируются на стороне сервиса, либо на промежуточных серверах ворди-прокси, в том числе и клиентами. Хотя RFC говорит нам, что пост все-таки тоже можно кэшировать. Это надо иметь в виду. Если ответ завершается каким-нибудь из этих кодов, то этот запрос, точнее ответ, можно также считать кэшируемым. Со стороны сервиса клиентским кэшем мы можем управлять при помощи заголовков. Причем в HTTP 1.1 у нас появляются расширенные возможности управления им. В частности, дополнительные заголовки, которые позволяют нам гораздо более гибко подходить к политике кэширования. О чем мы сейчас в краске и поговорим. Разберем каждый заголовок по порядку. Самый простой из них, который появился еще в HTTP 1.0, это expires. Он указывает нам точное время истечения кэша. Браузеры, приняв его, сохраняют кэш у себя ровно до этого времени, после чего при обращении к сервису требуют его повторно сгенерировать ответ. Следующий заголовок, который сервис может отправить на клиент, называется last modified. В принципе, довольно простой, но задержит в себе один момент, о котором сейчас я расскажу. Означает по факту дату последней модификации ресурса. И в RFC, который я уже упоминал, это 72.31, а точнее 72.34, по-моему, прошу прощения, забыл. Указывается тот факт, что клиенты вправе закэшировать ответ в случае, если тот содержит заголовок last modified. При этом время кэширования может составлять 10% от возраста кэша. То есть, если у нас, допустим, ресурс в последний раз менялся год назад, то браузер и клиент любой вправе закэшировать этот результат на целый месяц. То есть, это надо иметь в виду, и многие об этом забывают, потом не понимают, почему браузер кэширует результат, хотя явно это было не прописано в заголовках. Вот. Следующий заголовок появился уже в HTTP 1.1. И, по сути дела, является заменой last modified. Единственное, что здесь вместо даты используется хэш. Хэш ответа. Например, хэш может вычисляться от тела ответа. И в этом случае, когда браузер может использовать этот самый e-tag для того, что, посылая его в ответах, точнее в запросах, и сервис наш может сравнивать полученный e-tag с хэшем нового ответа, и если они совпадают, например, возвращать not modified, 34-й ответ. Вот. Заголовок кэш-контрол очень сложный, и полный его разбор, наверное, займет целый отдельный доклад, поэтому особо останавливаться на нем не будем. Просто скажу, что основная фича, которая используется чаще всего, это max age, которая, собственно говоря, указывает максимальный возраст кэша. И браузеры, и в общем-то в HTTP 1.1 этот заголовок с параметром max cache age чаще всего используется как замена expires. Вот. Вместе кэш-контрол и age дают как раз-таки нам полную замену expires, позволяя вычислить точную дату устаревания кэша этого ресурса. Вот. Последний заголовок называется varry. он довольно сложный, и, в принципе, понять его, если понять зато, то можно, в принципе, довольно легко начать им пользоваться. Дело в том, что он содержит в себе заголовки запроса, которые следует учесть при формировании кэша. То есть, по сути дела, когда у нас формируется кэш и вычисляется для него ключ какой-то для сохранения в кэше, то в генерацию этого ключа добавляются вот эти заголовки. То есть, если как только заголовок какой-то из этих изменится, значение этого заголовка изменится, то кэш считается инвалидированным, просроченным, его надо запросить заново. Один из примеров использования заголовка varry может как раз-таки быть cookie либо accept language. То есть, например, браузер всылает заголовок accept language, в котором содержится язык пользователя текущего. И сервис, генерируя страницу, сохраняет ее кэш, при этом делает пометку, что этот кэш валиден только для значения конкретного, например, для ru. В случае, если accept language поменяется, например, на казахский, то, соответственно, кэш уже будет совсем другой, сгенерирован и только для конкретного этого языка. Клиенты также могут управлять кэшем на стороне сервиса. И для этого существует также определенное количество заголовков. Самые простые были добавлены в 1.0, и затем в 1.1 добавлена была еще часть заголовок, которые расширяют возможности кэширования. IfModifiedSense работает со связки с LastModified, позволяет задать условия для сервиса, в каком случае он должен будет сгенерировать новый ответ. То есть если IfModifiedSense совпадает с заголовком LastModified ответа, то сервис просто вернет ответ 34NotModified и, как говорится, не будет генерировать новый ответ. Противоположность IfModifiedSense работает IfUnmodifiedSense. Его логика просто такая же, но инверсивная. То есть если ресурс, наоборот, изменился, то есть не изменился, если ресурс изменился ifModified, и если ресурс не изменился с этого момента, то мы тоже получим 34NotModified. Хотя, конечно, этот заголовок используется гораздо реже. В наследство от HTTP1 достался заголовок Pragma. Во времена 1.0 он использовался гораздо чаще и содержал в себе много различных параметров. Но сейчас он уже считается устаревшим, и единственное значение, которое современные сервисы поддерживают, это no cache. То есть это будет означать, что клиент хочет получить самую свежую версию страницы, запрошенной по данному урлу. Также клиент может указать, что он хочет получить страницу, у которой возраст кэша не более данного значения. То есть когда у нас в запросе встречается этот заголовок с конкретно вот этим значением maxH равен 30, то сервис должен будет вернуть страницу, может вернуть страницу из кэша, если ее возраст не превышает 30 секунд. Если он превышает возраст этого кэша 30 секунд, то он должен будет сгенерировать уже новый ответ. Правда, это остается на усмотрение самих сервисов, как именно обрабатывать такие заголовки. Следующие заголовки if non-match и match используются в связке с e-tag и по сути дела также являются условными запросами, позволяя задать условия, при котором сервис должен будет вернуть либо 304 not-modified, либо сгенерировать новый ответ. Отдельно упомяну заголовок if range. Он используется в связке с заголовком range, когда клиент пытается скачать большой ресурс по частям, и он может в принципе указать заголовок if range, в котором содержится значение e-tag, полученное предыдущим запросом, ответом. И если ресурс большого размера хэш его не изменился и является тем, которым мы указали в if range, то сервис вправе вернуть ему тот результат, который он запросил при помощи заголовка range. Если же у нас хэш не совпадает, то клиенту придется скачивать ресурс заново. Позволяет экономить трафик. Теперь про Django. В Django существует несколько инструментов, которые позволяют управлять их ттп-кэшированием. В частности, это набор middleware, conditional get middleware, который используется для условных запросов, update cache middleware и fetch from cache middleware. Причем update cache middleware и fetch from cache middleware работают связки, и использовать их отдельно, пожалуй, нет смысла. При этом для сохранения ответов в кэше используются вот такие дефолтные настройки. То есть, если мы не укажем чего-то отдельно, у нас будет сохраняться все в локальной памяти, и максимальное время кэширования результата 600 секунд будет составлять. Помимо, собственно говоря, middleware, мы можем использовать также декораторы для конкретной вьюшки. То есть, если мы, допустим, говорим о middleware, то они применяются, как правило, ко всем вьюшкам в нашем проекте, и мы не можем для конкретной вьюшки задать какие-то свои параметры. В случае же с декораторами мы можем для каждой конкретной вьюшки задать свои собственные параметры кэширования, включая возможность генерации e-tag и значения last-modified прямо на лету, указывая необходимую функцию, которая принимает у нас те же самые параметры, что и вьюшка, и отдает, соответственно, либо значение какого-то конкретного last-modified для данного ресурса, либо генерирует хэш, опять же, для запрошенного URL. Вот. Как примерно это может выглядеть в реальных проектах? У нас есть наш сервис, поступает запрос, попадает первым делом в fetch from cache middleware. В случае, если у нас кэша еще нет, то есть это первый запрос, он проваливается дальше в нашу вьюшку, которая генерирует некий ответ. Затем пропадает этот ответ в апдейт кэш middleware, который уже решает, сохранять его в кэше или нет. Ну, решает он на основе того, какой, во-первых, код был возвращен вьюшкой, и на основе того, какой был запрос, то есть get, post или head. Вот. Django сохраняет в кэше результаты get и head, к слову. Вот. Просто она не сохраняет. Вот. Потом апдейт кэш middleware добавляет в запрос, точнее, в ответ заголовки expires is cache control и сохраняет при этом все в кэш. При этом сохраняются не только тело и заголовки запроса, но также учитываются все заголовки из вари, которые мы, собственно говоря, о чем упомянули. Это позволяет нам инвалидировать кэш в том случае, если у нас пользователь меняет какой-либо из заголовков вот этого значения вари. То есть в этом отношении Django, в общем-то, работает правильно с HTTP кэшированием. Но есть одна проблемка в Django, которая до сих пор присутствует и в версии Django 1.11. Вот. Это неправильное вычисление max age. Например, приходит первый клиент на конкретный URL и генерирует запрос. Когда кэша нет, он, соответственно, генерируется, сохраняется ответ в кэш. При этом мы получаем заголовок expires, который говорит, что кэш должен устареть через два часа, и max age, который равен 7200 секунд. Это тоже те же самые два часа. Через час приходит другой клиент. Естественно, ответ у нас уже есть в кэше, и мы ему, этот fetch from cache middleware, достает его из кэша и возвращает клиенту в том виде, в котором он, собственно говоря, попал в кэш. При этом expires, как мы видим, остался прежним, но и кэш-контрол остался прежним. Заголовок age, к сожалению, fetch from cache middleware не добавляет результирующий ответ. И у нас получается, что браузер, так как кэш-контрол является заголовком из более поздней версии HTTP, он более и поэтому предпочтительный. И поэтому браузер считает, что кэш устареет не в два часа ночи, как здесь, а в три. Проблемка, в общем-то, может быть не очень существенная, но в тех проектах, где очень важно рассчитать в точное время кэширования, оно может стать, конечно, проблемой. И, собственно говоря, решением этой проблемы, единственным решением на текущий момент этой проблемы, это ручками вставлять заголовок age в запрос при помощи, например, кастомной какой-то middleware, либо же при помощи прямо внутри вьюшки. Хотя если мы достаем запрос из кэша, то вьюшка у нас уже не запускается, поэтому единственный способ исправить эту ситуацию написать кастомную middleware, который мы ставим уже после fetch from cache middleware и вставляем в исходный, в результирующий запрос вручную заголовок age. Django, к счастью, позволяет использовать кэширование вместе с conditional requests, то есть с запросами, которые являются в нашем случае условными. Это такие, которые содержат в заголовке if modified since, либо if non-match и так далее. Как в этом случае работает вся эта система? В этом случае уже помимо middleware fetch from cache middleware и update cache middleware используется еще одна middleware, называется conditional get middleware. Сейчас я расскажу, для чего она нужна. Начнем, как обычно, с первого запроса, когда у нас нет еще ни кэша, ни хэша сгенерированного. Просто приходит запрос и попадает fetch from cache middleware. Fetch from cache middleware проверяет, есть ли такой запрос в кэше. Естественно, его в этот момент не будет, и поэтому проваливается запрос дальше. Попадает декоратор e-tag. e-tag смотрит, есть ли в запросе заголовки типа if modified since или if non-match. Если их нет, он просто пропускает запрос сквозь себя, и он попадает в южку. Если же эти заголовки есть, то вычисляется e-tag по той функции, которую мы передали в этот декоратор. Если e-tag совпал, то возвращается сразу 304 note modified без проваливания во вьюшку. Вьюшка генерирует, соответственно, какой-нибудь результат, например, 200 окей, который попадает в апдейт кэш middleware, и дальше уже он сохраняется в кэш. Этот момент уже пропускается. То есть сохранили запрос в кэш, вернули окей, добавили заголовки expires и кэш control, получил результат клиент. Сохранил у себя в кэше в случае чего. Теперь, допустим, приходит второй запрос, который уже есть в кэше. В этом случае fetch from cache middleware достает его из кэша, и сразу же, минуя e-tag и вьюшку, отправляет его в conditional get middleware. conditional get middleware уже нам смотрит отдельно. То есть она, по сути дела, дублирует функционал e-tag и смотрит, есть ли в заголовках от реквеста заголовки типа if modified since либо if non-match. И если они есть, и они совпадают с тем e-tag, который у нас сохранен в ответе из кэша, то он, это middleware возвращает вместо e-tag заголовок ответ 304 not modified. То есть, по сути дела, дублирует функционал e-tag. Если e-tag не совпадает, то она просто возвращает ответ из кэша. Это нужно для того, чтобы просто сэкономить трафик, гоняем по сети, и то же самое время вернуть функционал e-tag, который мы пропускаем ввиду того, что результат был получен из кэша. Вот такой, можно сказать, сложный подход используется, но он рабочий. Вместо двух middleware, которые мы уже упомянули, мы можем использовать декоратор cache-page. В этом случае мы не только упрощаем наш файл с настройками, избавившись от двух middleware, но при этом еще это позволяет нам задать политики кэширования для конкретной вьюшки. То есть, если в проекте используются различные политики кэширования для различных урлов, то такой подход гораздо более эффективен и более гибкий. Но проблема в том, что такой подход содержит в себе один большой недостаток. Предположим, что кроме кэширования у нас используется еще session middleware, которая, по сути дела, отвечает за авторизацию пользователей. Если авторизованный пользователь делает запрос, и мы генерируем для него кэш какой-то, то после того, как декораторы и вьюшка отработают, в конце запускается сессия middleware, которая определяет, если сессия пользователя поменялась, то она выставляет в итоговый ответ заголовок варикуки, который будет означать, что если куки поменялось значение, то кэш этого пользователя надо инвалидировать. Когда это происходит? В том случае, если другой пользователь, например, пришел по этому же урлу. То есть есть у нас, например, урлу user profile, который мы каким-то причинам решили закэшировать. И для того, чтобы второй пользователь, например, не увидел данные первого пользователя, мы для этого, собственно, и вставляем варикуки, для того, чтобы при генерации ключа для кэша у нас используется другой уже ключ, который зависит от значения куки. Так вот, в этом краски механизме закрыта одна большая проблема. Дело в том, что сессия middleware выставляет значение варикуки уже после того, как кэш сохранит наш ответ в кэш. То есть в кэше у нас уже получится результат, сохраненный без вот этого значения. И все это приводит к тому, что второй пользователь, который придет на этот ресурс после первого пользователя, получит кэш первого пользователя. Это большая-большая уязвимость, и она, в общем-то, описана в баг-трекере Django, причем аж в 2011 году, и до сих пор не решена. То есть при использовании кэшпэйдж следует обязательно учитывать этот баг, иметь в виду и, собственно говоря, понимать, к чему он может привести. В простейшем случае можно, например, не кэшировать те данные, которые, в общем-то, зависят от авторизации пользователя. Но этот же самый баг, в общем-то, касается не только пользователей, которые авторизуются, но, например, он касается вообще, в принципе, всех тех случаев, где у нас может быть по каким-то причинам меняться заголовок варьи. То есть мы уже упомянули accept language, и, в общем-то, в этом случае мы тоже можем китайцу получить, отдать кэш немца, что его, естественно, расстроит. Вот. Ну и самый простой способ решить эту задачу, точнее, эту проблему обойти, это поставить отдельный заголовок над нашей вьюшкой после кэшпэйдж, которая вручную выставит значение для вари. В частности, для заголовков, для случаев скуки и accept language можно просто перечислить их в этом декораторе, и тогда в любом-любом случае у ответа сгенерированной этой вьюшки будет проставлено заголовок варьи, куки и accept language. Вот. Теперь поговорим об инвалидации кэша. В общем-то, довольно распространенная тема, но решать которую порой бывает очень больно и тяжело. Вот. В джангах, к сожалению, не предусмотрена такая возможность явно. Вот. Поэтому приходится использовать, придумывать всевозможные костыли. Вот. Предположим, у нас есть некая вьюшка, вот, которая возвращает результат и кэширует, например, ответ на 600 секунд. Вот. У нас есть какая-то внутренняя логика, которая может периодически инвалидировать кэш, вот, и говорить, точнее, говорить о том, что кэш у нас может раньше, так скажем, инвалидироваться, чем 600 секунд. То есть это часто, очень частая, в общем-то, практика, когда у нас клиент требует максимально, как бы, свежих данных, вот, и клиент это, в принципе, может, вот, если это возможно предоставить. Вот. Джанги этого нету, но есть один небольшой костыль. Вот. Если мы в качестве кей-префикса укажем лейзи выражение, вот, а лейзи выражение – это такое выражение, которое вычисляется только в тот момент, когда мы к нему обратимся. Это стандартная штука Джанги, которую можно импортировать вот из этого модуля. Вот. И указав в качестве функции генератора этого значения какую-нибудь функцию, мы в любой момент при обращении к этому декоратору, точнее, внутри имплементации этого декоратора, каждый раз, когда мы обращаемся к этой вьюшке, будет вычисляться кей-префикс на лету. Вот. В случае, если кей-префикс у нас поменяется в какой-то момент, естественно, данного кэша уже не будет по ключу доступно, и Джанги придется сформировать новый ответ. Вот. Но в этом случае у нас, к сожалению, не будет доступен реквест. Вот. То есть сама функция без параметров каких-либо. Вот. И она не может, естественно, определить, какой именно запрос пришел и для какого именно запроса сгенерировать новый ключ. Вот. В этом случае поможет еще один так скажем, лайфхак. Это использовать трейдинг локал. Вот. И опять же кастомную middleware, которая в начале запроса, например, запихнет туда текущий реквест, который мы со временем сможем, к которому мы со временем можем обратиться вот в этой функции. Вот. И, соответственно, понять, что вообще пришел за реквест, понять, какие параметры с этим реквестом пришли, и сгенерировать соответствующий инвалидирующий ключ. Вот. Я надеюсь, это понятно. Вот. Надеюсь, понятно. Вот. Ну, на самом деле все гораздо проще, обстоят, дела обстоят гораздо проще, если мы установим отдельный компонент под названием Django Cache. Находится он по этому репозитарию и предоставляет следующие возможности. Например, для инвалидации кэша у него есть возможность указать функцию отдельную, которая может принимать в качестве аргументов тот же самый реквест и все параметры, которые с этим реквестом пришли. Вот. Очень удобно. И при помощи краски такого способа можно сгенерировать такой ключ для инвалидации, который, собственно, нам больше всего подходит для этой функции, для этой вьюшки. Вот. К примеру, в качестве ключа для декоратора CachePage можно использовать значение last-modified документа. Тогда при генерации ключа для кэша будет всегда использоваться дата последней модификации ресурса и как только ресурс поменяется, у нас тут же изменится соответственный ключ и моментально инвалидируется кэш. Очень, мне кажется, удобно. Вот. Ну и помимо инвалидации кэша этот компонент поддерживает, в общем-то, позволяет, во-первых, избавиться от всех middleware, включая get-conditional middleware. Вот. Работает Django, начиная с версии 1.8. Вот. Надо сказать, что версии Django 1.11 уже как бы не так много багов, да, а вот версии 10.10 их гораздо больше было. Вот. Поэтому даже с тем же самых кэшированием. Вот. Естественно, по фикшн там вот этот основной баг с кэш-пэйш, который позволяет нам авторизованным пользователям выдавать чужие результаты. Вот. Поддерживается кей-префикс для инвалидации кэша, то есть динамически вычисляемый. Поддерживается также ко всему прочему динамически вычисляемый кэш-тайм-аут, то есть можно задавать не только какие-то константные значения для кэш-тайм-аута, но и вычислять их при помощи какой-нибудь функции, куда тоже можно прокинуть реквест и параметры этого реквеста. Вот. Ну и самая, наверное, может быть, неочевидная, а может быть, для кого-то и очевидная функция, которая присутствует в этом компоненте, это возможность клиенту попросить сервер пропустить кэш. При этом пропустить кэш мы можем на основе значения как раз-таки кэш-контрол макс-эйдж, но и задать в настройках минимально допустимое значение кэша, точнее, возраста кэша, таким образом избавившись, так скажем, даже от спама, от ботов там всевозможных и так далее. Вот. здесь используем мы, так скажем, RFC, которые я смотрел, использовал во время подготовки доклада. Ну и отдельное спасибо Джанге, который предоставил нам возможность писать такие приложения с использованием кэширования. Вам тоже спасибо, что пришли. Вот. Поэтому, в общем, вопросы теперь. Спасибо большое. Так, вот сразу пошли вопросы. Здравствуйте. У меня два вопроса. спасибо за доклад. Ну, точнее, первый вопрос, второе пояснение. Вопрос. Есть ли какая-то, есть ли какая-то приоритизация в парсинге заголовков от клиента, описанной в RFC? То есть, если у тебя заголовок кэширования, один противоречит заголовку кэшированию другому. Как должен поступать сервер в таких случаях? Да. На самом деле, действительно, такие ситуации возможны, но возможны только в случае использования различных версий HTTP. Например, если мы используем версию HTTP 1.0, то там нет противоречивых заголовков. Опять же, но если мы используем версию запросов HTTP 1.1, то там уже есть противоречивые заголовки между различными версиями HTTP, то есть 1.0 и 1.1. Но здесь одно простое правило есть. Мы предпочитаем последнюю версию HTTP. То есть, если у нас одновременно есть заголовки expires и кэш-контрол, то браузер предпочитет использовать кэш-контрол. А со стороны сервера там if modified и if unmodified SYNS, к примеру, в разные стороны указывают ошибков на клиенте тупо? Да. Ну, на самом деле здесь уже можно смотреть исходники самой джанги, но, как правило, эти два заголовка одновременно бессмысленны, потому что если мы оба этих заголовка укажем с одинаковым значением, у нас в любом случае вернется 304 node modified, потому что и в том и в другом случае у нас условие совпадет. И еще вопрос пояснений, вот там, где вы написали, что не слишком ли это сложно, я ничего не понял, там, где трейдинг трейдинг локал, да, то есть я правильно понимаю, что нужно создать трейд, в этом трейде записать значение куда-то в третье место этого реквеста и в функции сходить в этот кэш и там этот реквест забрать. Ну, трейдинг локал используется для того, чтобы сохранить в конкретно текущем трейде локальные какие-то переменные этого трейда. Дело в том, что Django это VSGA приложение, по сути дела. Это все в рамках worker, я так понимаю. то есть один запрос, один трейд. Соответственно, мы для конкретного запроса всегда можем сохранить параметры запроса внутри трейдинг локал. Все, понятно, спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. А скажите, пожалуйста, а вот в качестве бэкэнда какие можно кэш-сервера использовать? Ну, то есть memcache, radis. Есть возможность это как в middleware как-то указывается или как это? Да, в Django можно использовать различные бэкэнды для кэширования и из коробки там идет поддержка memcache. Memcache и, в общем-то, кэшировать можно в том числе и в базе данных. Можно в локальной памяти хранить. Но, в принципе, на просторах интернета можно найти огромное количество бэкэндов именно для кэша, в том числе для redis и для zookeeper и для огромного количества других вариантов. С этим проблем по идее не должно быть. То есть middleware там будут свои, да? Нет. Middleware будут те же самые, там будет меняться только бэкэнд, то есть, по сути, вот драйвер кэша. Ладно, хорошо, спасибо. Так, еще вопросы. Так, прошу прощения. Так, а вот, есть такие вопросы. спасибо за доклад. Допустим, есть сервис, у которого в шапке отображается корзина пользователя, которая постоянно обновляется, то есть он может какие-то товары добавлять. То есть получается, что при добавлении в корзину нужно будет постоянно инвалидировать кэш? Да, по сути дела, если идти к этому вопросу, подходить напрямую, то вы правы. В этом случае придется инвалидировать кэш. Но здесь есть один workaround или лайфхак. Дело в том, что когда мы, допустим, разговаривали про заголовки, которые позволяют нам управлять кэшем на стороне браузера, мы говорили про етаг. Так вот, у етага есть на самом деле две, два вида. Две, так скажем, опции. Есть слабый хэш, то есть который помечается при помощи буковки W и слэша. А есть сильный хэш, который, в общем-то, без этих буквок используется. Так вот, в случае слабого хэша RFC говорит нам о том, что мы можем использовать слабые алгоритмы проверки хэша. То есть, что это означает? Это означает, что мы можем, например, для сильной проверки использовать только непосредственно контентный блок нашей веб-страницы, а все остальные блоки валидировать при помощи слабого алгоритма. Это может привести, например, к тому, что если у нас какие-то периферийные блоки поменялись, то при этом слабый хэш у нас не изменится. И он изменится только в том случае, если у нас поменялся непосредственно контентный блок. Вот именно слабые как раз такие етаги можно использовать для того, чтобы не инвалидировать кэш в случае, если у нас меняются какие-то периферийные блоки. Спасибо. Так, ну что? Это Кирилл. Спасибо, очень понравился рассказ. Хотел поинтересоваться, какова практика настройки даунстримных серверов, то есть, к примеру, джинксов, которые на пути между клиентом и сервером. Мы должны каким-то образом урлы, которые джанго обрабатывает, исключать из кэширования или нет, или как-то частично что-то переписывать? На самом деле чаще всего настройки как раз-таки таких промежуточных серверов, я их называю прокси, в принципе, они являются проксими как раз-таки. Да, они имеют свой собственный кэш и, как правило, они руководствуются заголовками, которые возвращает наш сервис. В частности, у нас есть заголовки, которые позволяют управлять кэшем на стороне клиента. Но эти же самые заголовки мы можем использовать для управления кэшем на стороне прокси. Но единственное, что, конечно, в HTTP 1.0 у нас не было таких возможностей явно. Зато они появились в HTTP 1.1. И вот как раз-таки в заголовке кэш-контрол мы можем указывать в том числе опции, которые будут учитываться как раз-таки прокси-серверами. В частности, здесь есть опция паблик. Она означает, что этот кэш можно, точнее, этот запрос можно кэшировать на прокси. Но если бы здесь, например, стоял private, тогда это бы говорило прокси-серверам о том, что данный запрос является, точнее, данный ответ является приватным и кэшировать его на прокси не нужно. Помимо public-private, кэш-контрол содержит дополнительное количество опций, которые, в общем-то, я уже даже на слух сразу не вспомнил. Но они также позволяют нам управлять кэшированием на стороне прокси. Ну и тот же самый Nginx в принципе можно настроить на то, чтобы он что-то кэшировал, а что-то нет в зависимости от тех заголовков, которые пришли либо в запросе, либо полученные в ответе. Ну а все-таки общая практика какая? Это понятно, что можно так, можно и так, но я правильно понимаю, что можно ничего не менять, оставить на Nginx и никакую специфическую конфигурацию не прописывать и все будет работать, как ожидается? Да, все будет работать так, как ожидается. Ну, есть одна практика довольно распространенная, это связанная со статическими файлами, то есть статические файлы мы обрабатываем и кэшируем при помощи Nginx и на стороне Nginx, в случае же это, если у нас какой-нибудь API, который JSON или XML, то, как правило, кэшированием именно этих API занимается наш непосредственно сервис. Ну, можно, в общем-то, и делать какие-то гибридные конфигурации, но надо следовать рекомендациям, которые прописаны в RFC в этом случае. Спасибо. Ну, я хотел еще добавить, что мы никогда не знаем, сколько прокси между клиентом и нами, поэтому вот эти правила все, они могут распространяться не только на управляемой нами прокси, но и на прокси провайдера, прокси каких-то внутренних, там, сетевые и так далее. Все верно. Все верно. Эти вещи, они полезны в целом. Да, поэтому, еще вопросы. существует заголовок кэш-контрол, который, как раз таки, позволяет управлять политиками кэширования на тех прокси-серах, которые нам, по сути дела, недоступны для управления. Так, ну, я вижу все. Спасибо большое.